Здравствуйте! В эфире программа Героя нашего времени. Сегодня в гостях на Аризонт ТВ в программе Героя нашего времени председатель ассоциации ВИТА Валентина Лебедева. Знакомьтесь, Валентина Лебедева. Родилась 28 февраля 1966 года в российском городе Шарья в простой советской семье. С 10 лет занимается творчеством и общественной деятельностью. Окончила художественно-графический факультет в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянге. С 2003 года является председателем общественной организации ВИТА. На протяжении 20 лет социальной деятельности помогает внедрять государственным образовательным учреждениям методики работы по развитию детей и молодежи с ограниченными возможностями. На сегодняшний день Валентина также и учредитель успешной косметической компании и учебного центра по подготовке мастеров в сфере маркетинга. Главная цель Валентины – помогать современному обществу улучшать качество жизни. Валентина, здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, организаторы такой прекрасной передачи, герой нашего времени. Посмотрим, что нас ждет в процессе разговора. В первую очередь хочется поговорить об организации «Сегодня». То есть она у вас видоизменялась сегодня. Чем она занимается? Ой, спасибо. Вопрос прямо вот в тему, потому что последние три года я, честно говоря, трансформируюсь вместе с ассоциацией. Дело в том, что три года назад мы отпраздновали 18-летие организации, и за эти 18 лет ассоциация просто вышла на тот уровень, на который я, как мама ребенка с ограниченными возможностями себе даже представить не могла, что такие фонды известные, люди, которые профессионалы, профессора, будут вовлечены в деятельность ассоциаций, будут таким образом помогать родителям, педагогам организовать процесс обучения и воспитания таких детей, сложных, очень сложных. И при этом, конечно, я всегда работала с государственными структурами. Но в 2020 году пришла к нам инклюзия, и детей с ограниченными возможностями распределили по массовым школам, что, в принципе, создало новый фронт работы. Это объединить детей с охранных, с детьми, у которых нет такой возможности быть наравне с другими детьми. И вот ассоциация ВИТА встала перед такой, собственно, проблемой. Ну, скажем, нет, я не люблю слово «проблема» – задачи. Эту задачу я подумала, что можно решить таким способом – переименовать ассоциацию. То есть я поменяла ассоциацию детей с ограниченными возможностями, просто убрала ограниченные возможности, и оставила ассоциацию детей и молодежи. Для того, чтобы в будущем, я вижу, как вместе, благодаря профориентации, на которую сегодня нацелена ассоциация, в сфере диджитал, где-то виртуально, эти дети, подрастая, все равно будут помогать друг другу и реализовываться, и зарабатывать то, что необходимо. И, в принципе, только за этим я вижу будущее. Поэтому вот у меня задача, вот вы спросили, это как можно круче организовать внутри ассоциации движение за образование в инфопространстве. С учетом того, что ваша ассоциация, она видоизменилась, с какими трудностями вам пришлось столкнуться именно в Молдове? Вы знаете, как и в любом месте, где бы я ни оказалась, трудности бы, наверное, были. Поэтому я считаю, что ни с какими трудностями, по большому счету, я не сталкивалась. Мне ассоциация ВИТО самой лично помогла понять, что действительно хорошо там, где нас нет. Так как я видела, как дети такого сложного наполнения, ну, скажем так, с ограниченными, с такими ограниченными тяжелыми возможностями, как в Молдове, как они живут и в той же Америке, и в той же России, и в Украине, и в Европе, то я не видела преград для того, чтобы в Молдове, благодаря тем методикам, которые мы сюда завозили, действительно можно подготовить педагогов на базе государства и, собственно, помогать детям быть счастливыми. Я так понимаю, что прямо сейчас у вас есть активная подготовка, вы готовитесь создать новый проект уникальный. Расскажите о нем подробнее. Опять-таки, в силу того, что моя мечта, забегая в будущее, это то, чтобы дети в пространстве интернета не просто хаотично плавали, а приобрели специальность, я привлекла на сегодняшний день в группу волонтеров, людей не случайных. Это либо блогеры, либо программисты. И мне крайне приятно, что к кому бы я ни обратилась, я никогда не слышу слова «нет». Потому что, наверное, все, то есть каждый человек, кого не спроси, они действительно понимают, как быстро летит время и как каждый из состоявшихся профессионалов инфобизнеса может внести лепту в сегодняшнее образование и подготовку к жизни всех детей. Независимо, у них возможности ограничены или они сохранны. Потому что мы еще не знаем, что на самом деле такое ограниченность. Но вы вообще ожидаете, вот сколько деток с ограниченными возможностями в рамках программы? Возможно, вы уже с кем-то говорили, кто готов участвовать. Да. У нас сейчас, в прошлом году, состоялся первый конкурс IT. Да. И я очень признательна, что, обратившись в одну очень известную академию по IT-образованию, откликнулись на мою просьбу. И мы вовлекли шесть общеобразовательных школ, где также инклюзивно были включены дети. Это где-то у нас общее количество более 70 детей приняло участие в прошлом году в конкурсе IT. И это была программа трехмесячная, бесплатная, разработки мобильного приложения. То есть вы представляете, ребенок, который за три месяца разрабатывает сам свое приложение в мобильном и сдает экзамен и участвует в конкурсе, призом которого являлось годовое обучение в академии. То есть понятно, что мы, кстати, выбрали из каждой школы по победителю для того, чтобы, ну, каждая школа могла гордиться своим победителем. И каждый из этих шести детей, безусловно, за год очень сильно продвинется. И, кстати, из шести один ребенок с ограниченными серьезными возможностями. То есть мы бы хотели в следующем году подготовить второй конкурс IT таким образом, чтобы участвовало не шесть школ, это только те, кто откликнулся, а максимальное количество, которое только возможно в Молдове. Потому что это позволяет и педагогам по информатике видеть возможности детей на месте, используя технику, которая, кстати, хорошо оснащена у нас школой. Правда, ну, в районах, может быть, поменьше, но, в принципе, у нас действительно есть техника в школах. И просто нужно добавить детям заинтересованность и знание того, что они могут все, и рисовать им картину будущего, счастливую картину будущего, как они живут вместе. Насколько отличается подход в обучении для детей с ограниченными возможностями, и для обычных деток? Вот это вопрос очень глубокий, интересный, но еще до конца не, скажем так, не продвинутый. Потому что, когда мы имели целевую аудиторию только дети с ограниченными возможностями, мы готовили, вернее, знакомили педагогов с методикой работы детьми сложными. А сейчас педагоги из массовых школ, они не совсем, конечно, имеют возможность даже зачастую охватить и соединить сегодня вот эти две такие непростые группы. В общем, это дело времени. Я верю, что все будет хорошо. Мы стараемся прилагать для этого свои силы. Правда, они не такие большие, как, допустим, может быть, у государства. Но все, что касается работы с родителями, с педагогами, мы стараемся делать. Но хотелось бы, конечно, больше, больше, но будет больше, но чуть позднее. В рамках вашей ассоциации сколько вообще деток с ограниченными возможностями насчитывается? Так как мы партнеры с главным управлением образования молодежи и спорта города Кишинева, то у нас на счету детей с ограниченными возможностями около 500. А из массовых школ я точно назвать эту цифру не могу, потому что она, честно говоря, плавающая. Сейчас очень идет, вы понимаете, миграция, и трудно сказать. В рамках ассоциации какие ваши действия помимо этого проекта? Что вы делаете еще, чтобы было понятно, что изо дня в день делает ассоциация? Так как мы завезли сюда методики по подготовке специалистов методом воздействия, обучения, работы с детьми сложного плана, то это все и по сегодняшний день применяется. Я очень хочу привести в пример то, что ассоциация ВИТА получила такую честь, и один специалист от Молдовы бесплатно обучался в Гарварде, при Гарварде, в Бостоне. Это Perkins School, это школа для слепо-глухих детей, полгода обучения. И я как председатель была приглашена на экзамен, и работу этого специалиста очень оценили там. И она по сей день продолжает практиковать здесь, и также передает знания, полученные тогда, по сегодняшний день, здесь. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было систематически. Но, видите, мы планируем, но жизнь распоряжается немножко по-другому. Также мы развиваем детей творчески. То есть каждый год у нас конкурс «Жизнь вместе». Это когда до, вернее, прошлого года, когда дети выходили на сцену вместе с Молдавской эстрадной звездой. А сейчас, я думаю, что мы переформатируем немножко этот проект и сделаем выход просто с талантливым ребенком сохранным. То есть вот так мне кажется, что будет интересно. И когда это будет, как это будет сегодня, вот честно, я ничего не могу обещать. Все, что я могу, я максимально и так генерирую, привлекаю, делаю. Но главное не останавливаться. Главное верить, что вот сегодня так, но завтра будет лучше. Потом, ну как зебра, жизнь как зебра, действительно. Когда больше, когда меньше. Главное, что все, что было сделано Ассоциацией Вита за 20 лет, это действительно останется в истории. Я нисколько не сомневаюсь. И миссия моей дочери Виты, придя в этот мир, это, наверное, все-таки для Молдовы сделать тот вклад, который уже, в принципе, сделан. Но я верю, что впереди еще больше. А для меня она явилась духовным наставником, потому что придя в мою жизнь, она просто все изменила. И вся моя энергия, весь мой потенциал, вся моя духовность, вот, ну как бы, если говорить про энергию, конечно, энергия, она для меня существует в трех видах, если можно я поясню. Это духовная, это физическая и это ментальная. То есть ментальная позволяет мне, я здорова, спаси Господи, я могу что-то делать и зарабатывать прежде всего деньги. Это ум. И я постоянно развиваюсь. То есть физическая, мне 57 лет, и я чувствую себя прекрасно, потому что я все время в мечтах, в идеях, в целях, в задачах. То есть этот процесс, он непрерывный. Это физическая, я обязана себя поддерживать спортом, там, физическими нагрузками. И, ну, бьюти тоже. И, конечно, духовно. И здесь у меня безукоризненный наставник, это моя дочь, и я счастлива. Вот когда у меня все эти три энергии, они гармоничны. И я, меня переполняет сила, которая, ну, ко мне пришла только благодаря с приходом моей дочери. И я не могу даже описать, насколько она меня сделала такой, какая я сегодня. И, соответственно, я являюсь лишь проводником. И главное, ничего не пропустить. То есть есть какой-то сигнал, что здесь можно что-то сделать. Я, конечно, безусловно, присутствую там. И я благодарна каждому, как и вам сегодня, что вы меня пригласили. И я могу хоть немного донести свою позицию. Я хоть немного могу обратиться к обществу и сказать, ребята, давайте вместе. Потому что на самом деле хоть один в поле не воин, но многое каждый может сделать. И я рада, что на сегодняшний день группа блогеров и программистов, кто вовлекается в процесс оцифрования ассоциации, нас ждут великие дела. Расскажите какую-то интересную историю за время вашей деятельности. Возможно, кто-то пришел к вам в ассоциацию. И вот как все развивалось? Вы знаете, таких моментов было очень много. Очень много. Но, наверное, я расскажу самую такую для меня загадочную. Потому что когда была перестройка, вот уже мы как бы перестроились, уже пошел у нас движ, кто в бизнес, кто куда. А у меня ВИТО, ассоциация, надо строить и развивать деятельность. Собралась группа инициативных людей, так же, как вот сегодня это делается. И мы начали разрабатывать стратегию на три года. И, собственно, мы тогда обсуждали именно фестиваль «Жизнь вместе», для того, чтобы творчество, как сегодня вот интернет-ресурсы, так в то время творчество могло бы помочь детям развиваться, раскрыться. И посидели, все обсудили, решили, что это будет фестиваль, вот будет звезда молдавская, будет ребенок с ограниченными возможностями, мотивируют родители, счастливы педагоги, счастливы дети идут вперед. И надо было только выбрать председателя жюри. Председатель жюри. И вот как если бы я, не знаю, на тот момент загадала Стив Вандер. Ну, это было нереально, и так же нереально, я говорю, вот Диана Гурцкая, как личность, и как певица. И, собственно, вот мы реально посмеялись, потому что за пределы Молдовы мы даже не выходили. И кто-то сказал, давайте лучше там мы своих. Мы определили звезду, я говорю, ну вот пойду через пару дней и договорюсь. Договорюсь. Проходит три дня, и мне раздается звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Вы Валентина, Валентина. Вы знаете, вы меня не знаете, я супруг Дианы Гурцкая, Петр, и мы хотим приехать в Кишинев. Я говорю, прекрасно, Петр. Я прямо ждала вашего звонка, потому что у нас Диана Гурцкая, председатель фестиваля «Жизнь вместе». Он говорит, ну все замечательно. И действительно, они приехали, и, собственно, вот уже 13 лет, как на следующий год, тоже Диана организовала фестиваль «Белая трость», и мы участники каждый год Молдову представляем на этом фестивале. В этом году вы тоже будете принимать участие? Надеюсь. Вот в прошлом году принимали участие. И каждая звезда, звездочка наша, которая туда ездила, это действительно талантливые дети, за которыми мы потом наблюдаем. Вот такая вот история. То есть вы представляете, насколько все материальное, мысли материализуются. Мы подумали, три дня, и вот, пожалуйста, все так и решилось. Говорят, что люди с ограниченными возможностями, например, когда у них нет какой-то способности, у них, наоборот, есть дар в чем-то другом, и очень сильный дар. Вот когда к вам приходят детки, как вы им помогаете раскрыть этот дар? Это задача, конечно, педагогов, которые каждый день наблюдают за этими детьми, потому что каждый ребенок — это отдельная планета. И, кстати, благодаря ассоциации ВИТА и тому, что Perkins School, вот то, что я рассказала, приезжал сюда, и наши педагоги, как бы были отмечены в Perkins School, завезли разработку индивидуальной программы ребенка. То есть каждый ребенок, который в Молдове имеет какие-то ограничения, он идет по индивидуальной программе, которая была рекомендована Молдове как раз Perkins School благодаря содействию ассоциации ВИТА. Как раскрыть талант? Ребенок, он дает всегда сигналы, как раскрыть. Я далеко ходить не буду, раскрою тайны своей дочери. Допустим, ВИТА обладает каким-то совершенно другим чувством, которое не позволяет иметь в голове темные мысли. Вот я давно не думаю о плохом, потому что стоит мне о чем-то задуматься, а уж тем более негативно подумать, то есть я даже не представляю, ВИТА будет слегка агрессивна. Ну, это слегка, это сейчас, мягко сказано, тогда это проявлялось в сильной агрессии. Поэтому она очистила мой чердак очень хорошо. Я научилась позитивно мыслить. И, кстати, как раз сейчас, я когда уже вхожу в инфобизнес, можно сказать, потому что я все годы занималась бизнесом, а сейчас я действительно познаю азы инфобизнеса, то я готовлю продукт, который будет полезен всем. Это капсула позитивного мышления. То есть я просто знаю, как каждому человеку немножко приоткрыть секреты того, как быть счастливым. И, собственно, ВИТА меня этому очень хорошо научила. Ну, это как бы ее талант в этом. Она способна влиять на нам непонятном уровне. Это какое-то шестое чувство. Давайте дополним предложение. Для меня ассоциация — это в первую очередь? Это возможность общения с социумом. Моя дочь — это? Это миссия и подарок. Это безусловная любовь. В первую очередь я благодарна тем, кто меня поддержал, а именно? В данном случае хочу сказать Епифанова Галина Константиновна. Это все годы директор детского дома Сергьева Посада для слепо-глухих детей. Это отдельная история. И вот низкий поклон действительно для меня — это образец толерантности, мудрости и профессионализма. Валентина, я благодарю вас за интервью. Я желаю вам успехов, чтобы ваш проект действительно получился таким, каким вы его видите в своих мечтах. Только вместе. Спасибо вам большое. Сегодня в гостях у программы «Герой нашего времени» на Аризон ТВ была председатель ассоциации ВИТА Валентина Лебедева. Смотрите нас каждую субботу на Аризон ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok